Около 300 юных дарований Краснодарского края и других регионов страны собрались в Зимнем театре. На сцене для участников конкурса прошел небольшой концерт. А сразу после открытия в холле театра начался самый интересный этап конкурса «Стендовая защита исследовательских и творческих работ». В год юбилея Великой Победы дети изучали историю города-госпиталя Сочи и представили ее на стендах с помощью главного оружия в годы войны – бинтов. В воспитании городского центра внешкольной работы Семен Сыч подготовил доклад о своих двух прадедах и продемонстрировал раритетные вещи. Сыч Семен Никифорович прошел всю войну до Берлина. Он был полковником-артиллеристом. И когда он вернулся с Берлина, он привез трофейный бинокль. Мне очень больше захотелось изучить историю. И у меня появилась большая гордость за моих прадедов. Конкурс «Я исследователь» собрал более 250 работ в четырех секциях – гуманитарное, естествознание, живая и неживая природа и физико-техника. Ребята провели исследования в мире насекомых, попробовали определить, какое вещество самое удивительное на планете и как влияют бактерии на организм человека. Работы юных дарований оценивают представители вузов и образовательных учреждений Москвы, Краснодара и Сочи. Те работы, которые заявлены сегодня, научные работы, над которыми дети работают, просто поражают воображение. То есть они здесь будут взвешивать воздух, представлять нового робота и так далее. То есть, конечно, всегда есть чему удивляться, всегда есть что посмотреть. Наши дети просто очень талантливые и замечательно. Завершится конкурс 30 апреля. Победители и призеры получат дипломы от Управления по образованию и науке и ценные призы. Татьяна Говоркова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.